Друзья мои, предыдущий ролик Институт правды записывал 22 января, и этот ролик назывался Началось, и действительно, 23 числа началось, и началось то, что можно было увидеть на обложке журнала The Economist, а это рупор планировщика, плана Соломона, где на 21-й год был изображен игровой автомат с четырьмя роторами и ручкой с глобальным шариком сверху земной шар. Так вот, дернув за эту ручку, и началось то, что хорошо осведанный председатель Давосского клуба Мировой экономический форум в Давосе Карлус Шваб назвал Great Reset. Вот этот ресет, это дернуть за эту самую ручку в игровом автомате. Ну, значит, это обнуление и перезагрузка. Ролик нужно назвать, что дальше, и, соответственно, чего ждать. Здесь сделаю отступление на объяснение, собственно говоря, движущих сил и игроков того, что называется «большая игра». «Большая игра» — это термин «массонерии», и в этой «большой игре» участвуют шесть мировых проектов. Мы об этом не устаем твердить. Так вот, значит, «большая игра», значит, 21-го года, обозначенная как Great Reset, и в образе игрового автомата с ручкой, позволяет ответить на вопрос, что дальше. А дальше будет выполняться тот самый план, который изложен в книге Карлуса Шваба «Ковид-19» и вот Great Reset. То есть, все началось со стратегической операции психической эпидемии на фоне борьбы с лютым коронавирусом, которая будет перерастать в 21-м году в стратегическую операцию в киберпространстве на фронте искусственного интеллекта, QR-кодов, всего того, что называется цифровизация. То есть, стратегическая операция COVID-19 выполнила задачу, а последующая задача – это операция на фронте цифровизации в киберпространстве. А направление дальнейшего наступления? Кого? Направление дальнейшего наступления? Отвечаю. Плана Соломона руками проекта «Великая Европа» от Лиссабона до Владивостока, который и представляет Карлос Шваб, а конституальность этого проекта находится в Ватикане, в паре с победившим и приведенным к присяге Байденом, католиком Байденом, с их американским проектом глубинного государства, спекулятивного капитала, который называется «Новый Вавилон». Вот кто будет дальше наступать, направление дальнейшего наступления, и это зеленая экономика безуглеродная, а это новая энергетика. А старая энергетика – это сжигаем уголь, сжигаем нефть, сжигаем газ, и это везде углероды. А углероды – это потепление глобальное, хотя глобальное потепление вызвано совсем другими причинами, или не только этими причинами, они, эти глобальные потепления имеют не антропологический, сжигаем там чего-то, а космический характер. Но об этом умалчивается. Почему? Потому что на кого направлено это наступление зеленой энергетики, флаг, который поднял Байден, оно направлено против нашего богохранима Отечества. Потому что что делает Россия, великая энергетическая сверхдержава? Она сливает нефтяру, качает газ и продает уголь. Вот против кого она направлена. Ну, это все замечательно. Возвращаемся к происходящему. Что произошло и что дальше в нашем богохранима Отечества. Несколько слов про операцию Навальный. Операция Навальный была включена спецслужбам. В этом никто из умных голов, наблюдателей, блогеров и прочих толковых не сомневается. Совершенно бестолковые не политики. Занимаясь только разведанными признаками, никакой осведомленности, кроме средств массовой информации, у меня нет. А уши сущности, они всегда торчат над маскировочными сетями дезинформации. Так вот, можно смело предположить, что операция Навальный – это игра спецслужб Российской Федерации с спецслужбами Запада. Я тут приведу пример для понимания. Отвлечение придется сделать, такое литературное отвлечение. Дело в том, что смена режима подталкивается, всегда подталкивается обстоятельств непреодолимой силы, которые чаще всего связаны с насилием, вооруженным насилием под названием продолжение политики насильственными средствами-война. Так вот, первая русская революция подталкивалась обстоятельств непреодолимой силы войны России с Японией, проигранной войны, после чего осталась незаживаемая рана российско-японских отношений, связанная с территориальным вопросом, который Российская Федерация не признает. Ну и революции 1917 года, это февраль, а потом Октябрьский переворот, это все обжималось натиском обстоятельств непреодолимой силы, которая называлась Первая мировая война. А сейчас нам пальцем скажут, значит, умники, какая война? Так вот, отвечаю, я не устаю пальцем показывать, значит, на то, что Третья мировая война нового гибридного типа идет с 2013 года, и обжатие, нажим происходит, обстоятельства непреодолимой силы этой самой войны нового гибридного типа в гибридной форме. Вот очередное унижение нашего богохранимого Отечества с участием в Олимпиаде без имени, без флага, без гимна, без герба, вот, предполагается под песню «Катюша». Это же удар по печени, это удар гибридного типа по достоинству, а достоинству кого? Ну, свердержалы, значит, сарматами, сарматами, там, значит, посейдонами, авангардами, кинжалами, там, значит, цирконами, там, нет, не из числа этим новым названием, гипер, супер и прочее. А как же так? Такая огромная, значит, страна, и вот вам, пожалуйста, удар по печени гибридного типа. Без флага, без гимна, без герба. Не хотите, не участвуйте. То есть, Третья мировая война идет, и обжим тоже есть. А теперь я вам вернемся к операции Навальной, которая, по разведывательным признакам, есть игра спецслужб, в которой участвует спецслужба Российской Федерации. Я могу даже прямо сказать, что это Федеральная служба безопасности в одной из ее рукавов. Для понимания приведу пример. Значит, на картинке в журнале The Economist на втором роторе изображена атомная бомба. То есть, раскручивание операции Great the Great Reset, обнуление, возможно, запускает ротор, на котором может случиться обострение противостояния ядерного оружия. Хорошо осветленный Гутерриш, генсек ООН, прямо так и заявил недавно, что сдерживание ядерного противостояния отсутствует. А теперь опять вернемся к операции Навальной в примере того, как решался вопрос смены режима в США и СССР тогда, в 60-х годах, когда развертывался Карибский кризис. Карибский кризис был связан с обострением ядерным, ракетно-ядерным обострением, с развертыванием ракет с ядерными боеголовками на острове Свободы Куба. Все это обострялось и кончилось с тем, что стороны достигли разрядки. В результате этой разрядки Никита Сергеевич Хрущев был снят со всех постов, а Кеннеди был убит, вот чем закончился Карибский кризис в части политики. А как он вообще, этот Карибский кризис, развертывался, кто за этим стоял, и какая игра спецслужб тогда была? Об этом хорошо написал Хенштейн в книжке, значит, какие-то тайны из чемодана, записки из чемодана. Это якобы записки генерала армии, героя Советского Союза, председателя КГБ, первого председателя КГБ, а потом начальника ГРУ, Сирова, Ивана Сирова. Так вот, в этих записках из чемодана Сиров рассказывает, что игра спецслужб состояла в том, что КГБ, а Серова убрали из КГБ завистники и недоброжелатели в связи с тем, что Сиров был верным сталинцем, и находиться на месте главы плаща из кинжала, считая меча, должен был уже не сталинец, значит, этот просвещенный диктатурой сторонник, а либерал. Ну, вот эти комсомольцы, значит, его и выдавили. А сначала, собственно говоря, Хрущев десталинизацию провел, а комсомольцы, значит, это дело убирали, эту всю сталинскую, значит, сталинское окружение. И Серова надо было тоже убрать. Убрали Серова из председателя КГБ в начальника ГРУ. А весь этот карибский кризис развертывался вокруг предателя, изменника Родины, в форме шпионажа, полковника ГРУ, Пеньковского. И вот Пеньковский был близок, там, к военной верхушке, там, где, значит, командующий ракетными войсками, артиллерии, там, маршал, и к Серова тоже. Пеньковский был завербован сразу с двумя разведками, значит, британской МИ-6 и Центральным разведным управлением, значит, США. И сливал 16 месяцев, сливал на Запад информацию о потенциале, ракетно-ядерном потенциале Советского Союза. При этом Серов делает вывод, что Пеньковский был подставой от КГБ, возможно, в темную, для того, чтобы, сливая информацию о ракетно-ядерном потенциале Советского Союза, этот потенциал многократно преувеличить, с тем, чтобы американцы испугались возможностей ракетно-ядерного Советского Союза, которых реально-то не было. То есть, Советский Союз блефовал, а для того, чтобы этот блеф выглядел убедительно, через Пеньковского сливалась информация о том, что реальный потенциал был не такой маленький, а вот такой огромный. Так вот, чем закончилось? Обострением, ракетно-ядерным обострением, доведением этого обострения до пика и разрядкой. Которая была, эта разрядка была в пользу СССР. Почему? Потому что американцы убрали ракеты средней дальности с ядерными боеголовками из Турции. А Советский Союз, развернув, или начав развертывание, свернул ракеты на Кубе и тоже их убрал. Дальше началась конвергенция. И это и была задача с очень высокого концептуального уровня. А все остальные рассказы, они идут на уровень оперативных планов. Это совсем не тот уровень, на котором понимание происходит, картины мира и битвы мировых проектов. Так вот, что сейчас можно сказать про операцию Навальный. Операция Навальный – это то же самое, что операция Пеньковская. То же самое. Только речь идет о гибридной, о войне гибридного типа. Поэтому задача операции Навальный – это выдвинуть опасность, опасность либерального реванша и через это обострение, а обострение чего я скажу дальше, сменить режим. Где? У нас, в нашем Богохраним Отечестве и в Америке. Почему? Потому что либерализм свою функцию выполнял, а либерализм – это вопрос этики, потому что либерализм убил протестантскую этику, убил этику белых англосаксонских протестантов в Североамериканских Соединенных Штатах. И эта протестантская этика – это дух капитализма. Либерализм – это дух капитализма уничтожил. Кто его пытался удержать? Эти белые англосаксонские протестанты – это Трамп и трамписты. А что такое протестантская этика? Это надо много, много, честно и умело работать. Не надо уже много работать, пусть работает трактор, автоматы всякие, значит, прочее, рабочих-то уже нет. А есть автоматизированные линии. Надо честно, о какой честности идет речь, когда финансовые спекулянты рулят всем. И умело. Ну, умело, значит, это технологии. И тут тоже, так сказать, Intel, Intel в тупике. Intel теряет, так сказать, первенство в производстве, значит, этих начинок самого высокого, так сказать, уровня цифровизации. Вот что такое, вот что происходит. И, напомню, приведение к присяге президента Трампа происходило, значит, в присутствии, в присутствии священника протестантского. Библию держал протестантский священник. А при инаугурации Байдена, католика, Библию, домашнюю Библию держала его жена. Вообще никакого священника не было. При этом при инаугурации Трампа стоял рядом и речь говорил. Равин, главный Равин там, не знаю там какой, какой общины. Я забыл там, там все сказано было. И речь сказал из Ветхого Завета. А при инаугурации Байдена Равина не было. И это значит, что план Соломона не поддерживает новое ввело президента Байдена. Отсутствие Равина говорит о том, что евреи, ну какие-то там, какие-то евреи, конечно, есть, но Равинат отсутствовал. план Соломона не поддерживает новое ввело президента Байдена. Так вот, значит, возвращаемся к мировой войне гибридного типа. Во второй мировой войне и операции Навальный. В операции Навальный на первом, в первых рядах была молодёжь. Зачем нужна была молодёжь? Для того, чтобы раскачать ситуацию. Для чего нужно раскачать ситуацию? Чтобы власти усилили репрессивные меры. Для того, чтобы Запад откликнулся на усиление репрессивных мер санкциями и осуждениями. Зачем это всё нужно? Для того, чтобы обострить отношения России с администрацией Байдена, североамериканскими и Соединёнными Штатами, глубинным государством спекулятивного капитала. Вот зачем. Россию втягивают в активную позицию этой самой третьей мировой войны нового гибридного типа? Зачем Байдену, глубинному государству спекулятивного капитала нужна война? Для того, чтобы купировать, отвлечь внимание и переключить фокус политики с внутренних неурядиц на внешний фактор. Это обычная, часто применяемая схема. Если внутри разлад, надо внимание переключить на внешнюю угрозу. Откуда взять внешнюю угрозу? Понятное дело, от России. Почему от России? Потому что по планам Соломона режим должен смениться в России, а вовсе не в Китае. Почему? Потому что Китай красный проект светлого будущего всего человечества, теперь это называется сообщество единой судьбы человечества, принял на себя Китай. А план Соломона это новый коммунизм. И вернемся к молодежи. Почему молодежь? Вспомним Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну и геройство, которое демонстрировали кто? Беспризорники. Это поколение беспризорников оно безбашенное, оно ничем не связанное, значит, никакими обязательствами, они беспризорники, этих связей, так сказать, семейных нет. И приведу пример, Александр Матросов закрывает пулемет своим телом, дает возможность идти в атаку. Товарищи, здесь нет здравого смысла, здравого смысла тут нет. Почему? Потому что любой человек привязанный к семье, к дому, на такой безрассудный поступок не пойдет. Сейчас то же самое. Это поколение, это поколение пепси, молодое поколение, оно ничего не боится, оно не помнит, как это вообще возможно. Кровавый габринетом и прочее, значит, всякие, значит, 90-е годы, когда, значит, все опустело, жрать нечего, и прочее, они этого не знают, они этого не видели. Единственное, что они видят, они видят несправедливость. Вот это поколение и пошло вперед естественным ходом вещей. А что делает власть? А власть говорит, а теперь мы всех молодых значит, QR-кодами пометим, камерами распознавания распознаем, и наложим штраф на их родителей. А это зачем? Для того, чтобы эту самую слой недовольных режимом увеличить. Вот накладываем штраф на родителей и увеличиваем число противников режима. Вот зачем это делается. Как? Они же нарушили закон. Евреи закон еще ничего не довел до совершенства. Это послание апостола Павла евреям предпоследний текст Нового Завета. А тем не менее это делается. Так что будет или может быть дальше? А то, что скажем, а кто вообще виноват в том, что вот так вот бездарно была разыграна операция Навальный. Ну, сначала Путин лично, это нам сказали в телевизор, распорядился, чтобы его отправили на лечение. Потом, значит, ему надо возвращаться на родину, тут на него вешают какое-то уголовное дело, срок которого стекает на следующий день. А чем отвечает Навальный? Навальный отвечает фильмом про дворец в Геленджике, который имеет спецсвязь, охрану ФСО, закрытую зону для полетов, ограждение там по акватории, куда заплывать нельзя. И этот фильм смотрят 50 там что ли миллионов просмотров, а может больше. И Кремль значит словами уполномоченного вот по значит пресс-секретаря в ранге заместителя, первого заместителя администрации президента Пескова говорит, что в Геленджике это огромный значит дворец он ничей. Вот вчера сказал ничей. Это вообще зачем делается? Вот дело в том, что наши значит вот эти вот концептуалы их загнали в двоичность. Вот великая шахматная доска это все на два. А что еще на два? А на два это классическая греко-римская борьба. Это поступать на движение, кто кого вытолкнет за пределы ковра. Ну, или там премьон какой-нибудь так далее. А какая еще есть борьба? А еще есть борьба, понимаешь, восточное единоборство. А восточное единоборство там что? Там вращательное движение. Там натиск противника не значит силу на силу, а надо поддаться и вывернуть это вращательное движение, вектор это вращательное движение в безопасное или выгодное для себя направление. Кто у нас черный пояс по значит мягкому пути? Джудо это мягкий путь. Это к Путину. Путин играет в другую игру, а окружение оно в шахматы играет. Оно никак не может придумать, не могли придумать легенду прикрытия. Но это расписаться в полном неумении. Ну что, вот я сходу придумал легенду прикрытия. Дворец это место в Геленджике, это место, где будет проходить Ялта-2. Ну, царь Николай построил или Александр Третий, Александр Третий построил дворец в Ливадии. И вот в Ливадийском дворце была конференция Ялта-1. Ну, там уровень какой был в 19 веке? Ну, по масштабам, по комфортности, по оборудованию, по, значит, всем прочим причиндалам. Ну, где теперь проводить Ялту-2? Вот построили в Геленджике. Там и связь замечательная со всем миром, и полная цифровизация, и мрамор, и бассейны, и там павлины, и прочее, прочее. Есть куда пригласить мировое сообщество для того, чтобы провести конференцию Ялта-2. Ну, где ее проводить? Вот, покажите пальцем, где проводить? Вот, построен дворец для этого дела. Где там, в Крыму? Почему в Крыму? Да это все тот же план Соломона. Это все та же республика Крым. Какая? Еврейская, советская, социалистическая республика Крым. Это план Соломона, 20-е годы, джойнт, агроджойнт и все остальное. Ландлис, это все там, под Крым, под залог Крым. Почему? Крым наш, это что? Это патриоты радовались, вот Крым наш, а зачем он Крым наш, под охрану вооруженных силного облика? Потому что это план Соломона. Ну вот, значит, какой еще можно было сказать? А как, почему делали, понимаешь ли, скрытно? Ну как же, либералы бы эти самые, так сказать, Силуанов там, и Набиулина, они бы денег не дали, поэтому пришлось сделать все скрытно, собирать там миллиарды по сусекам, ну, нельзя же ударить грязь лицом, понимаешь ли, наел, то два. Вот построили, это дворец не Путин, конечно, не Путин. Это подарок Путину, а он его принимал, этот подарок? Нет. То есть, это некоторая база, которую истолковали, значит, в той части, что Путину на пенсии негде будет жить, вот он будет там жить, в Геленджике. Ну, может и там, но этих мест, где Путин может жить на пенсии, много. Ну, ладно. Это к тому, что не могли придумать легенду прикрытия. А в результате что происходит? Власть оказалась смешной, чего нельзя допускать. А порочен режим, какой режим? Либеральной демократии в нашем Богохраненном Отечестве. Ну, а смена режима это поражение в войне. Если победа в войне, то режим укрепляется. Если поражение в войне, режим меняется. Холодную войну проиграли, капитуляция была подписана 2 декабря 89-го года на Мальте. Мальта это Мальтийский орден, Мальтийский орден и это Ватикан, Ватикан это Великая Европа от Лиссабона до Владивостока. Режим был заменен. Советский Союз рухнул, пришла либеральная демократия. Теперь либералы не нужны. Не нужны. Почему? Ну, они уже убили дух капитализма и расчислили поле для нового коммунизма. Мы говорим новый коммунизм это пять выше там и 64 пункта того, что можно, того, что нельзя и что должен. Вот и все. Читайте книжки значит по неополитике. Ну, а дальше возникает вопрос, а кто виноват? Ну, с Пеньковским было понятно, кто виноват. Эта игра была против Серова. Серова значит сняли с начальника ГРУ, разжаловали из генерала армии генерал-майоры, лишили звания Героя Советского Союза, отправили куда-то в Ташкент и через год на пенсию. А теперь кто виноват в том, что операции Навальной проиграли проигрышно так спецслужбы. А кто еще? Кого? Значит, наказать-то кого-то надо будет? в прошлом году стратегическая операция COVID-19 15 января закончилась сменой правительства. Это послание президента законодателям и смена правительства. в феврале ожидается послание президента Путина законодателям, ну и всему народу, естественно. Вот на этом послании и будет произведен этот самый лукавый выбор смены виноватых в том, что тех, кто допустил посрамление власти в связи с операцией Навальни. Вариантов два, как всегда. Ну, третий, два пишем, третий в уме. Переход начертился совершенно точно из замыслов план Соломона. Переход к обострению через ядерную войну, как и в 63-м году, как и Карибский кризис. И, значит, вот дальше, собственно говоря, стычка с американцами. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Где? Значит, на горах Израилев, это сирийская Виктория, значит, сирийская баталия заканчивается сирийской Викторией. Там будет подписана очередная капитуляция, значит, вот в связи с это битва конца. Царь Северный проигрывает, и никто не поможет ему. Царь Южный выигрывает, царь Южный это наследник Калифата, царь Северный это наследники Рима. А у нас кто проиграть должен? Москва, Третий Рим. А кто у нас Москва, Третий Рим? Так осеняй себя крестным знаменем, православный народ. Это черный храм в парке Патриот, и это выезжающий из Спасских ворот, министр обороны, действующий. Это патриархия, это все поворот куда? Афонское братство, все Афонское братство, Мединский, Лавров, вот это все замечательно. Это один вариант. черный интернационал возвращения в Великую Европу от Лиссабона до Владивостока под Ватикан. Напоминаем гаванскую встречу нашего святейчества с Папой. Папа Изуит это черное солнце. образ победы, реванш черного национала. Или туда, или по плану Соломона в красный диктатор. Красный диктатор Сталин. Вот. Или сюда в красный. Если в красный красный диктатор, левая реванш, тогда связка с китайцами. продолжателями дела светого будущего человечества, сообщества, единой судьбы человечества. Или связка с или назад в Великую Европу от Владивостока до от Шлисабона до Владивостока. И это все нам скажет президент Путин в своем послании в феврале. Спасибо за вынимание. А для того, чтобы вы, друзья мои, не сомневались в том, что неополитика это полная глупость, никем не признанная и выступающая только как бред сумасшедшего, контужен на всю голову, участь в боевых действиях. Ну, вот я контужен на всю голову и уродивый глупость, говорю, всякие прочие, сектант, отморозок и отщепенец. Вот. Чтобы сказать, что это не совсем так, вот сегодня, 25 числа, Союз писателей России выдал мне диплом за вклад в литературу, за книги, за новые книги по небополитике, которые вышли в 20-м году. Этих книжек было 5, из них 3 новые, 2 переизданные, вот за новые книжки я получил этот диплом. А в 19-м году я получил премию, национальную премию по тоже по литературе от библиотека, от библиотеки, государственной библиотеки, литературной газеты и общественных организаций тоже за книги по небополитике. Поэтому можно, конечно, смеяться, те, которые не любят небополитику, будут стучать ногами, некоторые будут показывать на меня, как не вполне нормального человека, другие скажут, что вот он провозгласил себя там, я не знаю, кем там, хоус-хоффером наших дней, вот, и несет нам проект Большая Евразия, Третья Орда, а мы не любим Третью Орду, мы Западом, мы вот всем сердцем там, где там, от Лиссабона до Владивостока, вот эти будут очень недовольны, а те, которые, значит, Большая Евразия, те будут хлопать в ладоши. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!